Ребята, смотрите, какая у Ильюши живность появилась. Они себе купили там вот такую вот крыску. Она шустрая, такая прям сустрая-сустрая. Вот такая вот милая крыска. Он сейчас приехал, так как на карантин не будет у нас сидеть здесь, а то будет крыска с нами жить. Мы ее попробуем к нашим подселить, познакомить ее с носами. Вот такая вот она милая мордаска. Да? Это девочка. Ей что уже? Наверное, месяца два с половиной. Ну вот такая вот она хорошенькая, вот такая красивая. Окрас у нее необычный такой. Да, да. Напишите, как вам она, нравится или нет. Я знаю, что многие сейчас напишут, фу, какая гадость. Ну такая лапочка, такая лапочка. Да. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, приготовила салатик, нарезала соленые рыбки и также сварили картошечку. А она еще горячая, даже крышку в кастрюле. Сейчас почищу картошечку и будем кушать. Всем, кому понравилось вот такое вот блюдо, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Так, дорогие друзья, буду чистить картошечку и хотела ответить на пару вопросов, ну, комментариев ваши. Многие спрашивают, Настя, у тебя, наверное, карту деньги записали, потому что ты где-то должен. Нет, ребят, не из-за этого. Просто какие-то мошенники из Барнаула взломали мою карту. И якобы я что-то купила в Барнауле. Я вечером как раз сидела, монтировала влог для вас и смотрю, и смс попрошла. Ваня, подожди, что о списании денег якобы в какой-то покупке в Барнауле. Да, нифига себе. Я сразу позвонила на горячую линию. Мама. Подожди, мама сейчас картошечку тебе почистит и даст. Позвонила на горячую линию, мне сразу заблокировали карту. На, ешь. Здесь сиди, ешь. И сказали, выпустят новую карту. Ну, и все, вот так вот. Да, деньги списали. Да, я расстроилась. Да, я очень плакала. Ну, а что теперь? Выкарабкаемся как-нибудь. Что теперь? Не впервой уже так. Да. Ванечка, вкусненький салатик. Ваня салат очень любит, да, Ваня? Горячая картошечка. Подожди, картошка только сварилась. Да? Ай, как вы знаете, у меня приехал уже Илюша, привез свою животинку, так скажем. Да? Илюша, ну, приехал. Да? Брат твой приехал? Да. Крыску. Крыску привез, да, Ваня? Да. Крыску. Ваня сегодня ее уже облюбовал. Эта крыска даже сегодня Свету уже описывала. Нет. Сейчас Илюша ушел гулять куда-то. Приехал он у нас, остается до 12 декабря. Скажи всем привет. Да. Привет. Ванечка кушает, да, Ваня? Да. Да. Ням-ням. Некоторые написали, что якобы не все колледжи позакрывали. Нет, ребята, все закрыли. Оставили те, кто практику проходит, а остальные всех закрыли. У него есть специальное письмо, которое ему учитель прислал. Он до 12 декабря. Мама, как? К сожалению, это укроп. Это не как, это ням-ням. Фу. Положи на место. Вот не любит он у меня укроп. И поэтому он на дистанционном обучении. Он делает также уроки, отправляет учителю. Ай, каванечка, горячая. И учится так же само. Ну, просто дистанционно. В Соликамске там и школы позакрывали. С понедельника я так поняла, что закрывают их. Да. Манечка, подожди, помолчи немножко, хорошо? Так. Пошел, пидала. Ты сейчас упадешь. Плюется он тут, стоит. Так что вот такие вот дела, ребята, у нас. Ну, будем надеяться, что наши школы не закроют. Я очень на это буду надеяться. Потому что не хотелось бы, чтобы сейчас все в карантин дома сидели. Пусть они учатся. И желаю, чтобы ваши детки тоже учились. Ладно, я буду готовиться и деток кормить. Скажи всем пока-пока. Пока. Наши детки прибираются, перебирают все свои игрушки. Да, Маша, скажи всем привет. Катя, какая тут такая, в шортах, в футболке. Перебирают все игрушки. И сейчас одежду будут еще убирать отсюда. Будете. Многие спрашивают, почему тут одежда висит. Потому что им так удобно. Они тут повесили и довольные, да? И никто не трогает их ни на одежде. Сейчас вот прибираются. А Ваня командует, что надо в пакет положить, что нет. Ну, вот так вот убирают все игрушки. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня воскресенье. Мама, мама, мама. Да, бегаешь? Ну, бегай на здоровье. Сегодня ничего не снимаю, потому что у нас гости. Ну, в баню пошли, как всегда. Я сегодня опять достала тесто и хочу просто язычки слоеные сделать деткам. Три упаковки последние остались. Вот как раз сделаю. Пусть грызут, бегают. Ну, что-то же им надо с чаем пить. Ладно, приступаем делать. Дорогие друзья, многие меня спрашивали. Настя, где ты такую скалку взяла? Эта у меня скалка еще от моей бабушки осталась. Вот такая вот она. Она ей всегда любила пельмени делать. То, что удобно, форму пельменей делать, такая овальная. У меня просто больше никакой скалки нет. Поэтому вот такая вот только для раскатки теста. Только такая. Надо купить все скалки, да? Все, что-то это. В магазин прихожу, постоянно про нее забываю. Но нынче список включу, пишу, что на оскалку купить хорошую, да? У которой ручки крутятся. И тогда ровные пластики будут получаться. Но вот эта оскалка, это бабушка ей когда-то пельмени любила. Я сейчас тут работаю, поэтому решила на всякий случай на вопрос, на ваш ответ. Так, дорогие друзья, решила... У меня почки я вчера купила. Хочу их пожарить, потушить с картошкой. Вот уже положила почки, положила лук. Сейчас буду все это обжаривать. Так, дорогие друзья, уже закинула картошкой, почки. Тут, короче говоря, морковка, лук обжарила. Все уже закинула. Пускай варится. И решила еще потушить капусточку. Вот, тушу капусту еще. Вот, готовим кушать. У меня завтра Оксана уходит на дистанционное обучение. Потому что их научитель заболел. Я в шоке от того, сколько задали уроков домашних. Мы никогда вот в такие будние дни нам никогда столько не задавали, сколько на завтрашний день нам уже задали. Я вообще в шоке. Мы сейчас со знакомой разговаривали. Она говорит, это что такое, такое ощущение. Я, говорит, думала на неделю, а там, кажется, на один день столько задали. Я говорю, я сама в шоке. Ну, а что теперь? Придется делать. Сейчас буду тесто раскатывать. Буду ставить слойки, выпекать деткам. Навелась я чай. Он уже остыл. Я его все еще выпить не могу. Так что вот такие вот у нас сегодня дела. Многие переживают, спрашивают, какое там животное Ильюша. Пришло на сегодняшнем влоге. Вы увидите это. И сейчас покажу, куда я их поселила. Всем привет! Привет! Да? Входное, 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 входное. Еще играют, играют, играютчивые. Вчера у нас произошло то, что я не стала говорить. Ну, вот сейчас пока Маши рядом нет, я могу сказать. У нас вчера умер самец, крыса, из-за которой Маша очень плакала. Вот как-то так. Ну, что теперь? Ну, ничего, вроде успокоилась. Зато вот это вот чудо, когда привезли, Маша прямо настроение поднялось. Говорит, мам, какая она, говорит, красивая. Я говорю, ну... И вот вчера они все с ней тут играли. У них тут кормушечки есть, помилочки. Видите, как играет, видите, как играет. Видите, шаловливые две крыски. Они обе молоденькие получаются, обе вот такие вот. Ну, наши мельче, чем это. У этой прям крупная девочка, хорошая. У нас пасюк, у нас чистокровный пасюк. А это Хася. Хася с Дамбо разной. Вот, видите, как она прыгает. Видите, что она делает? Она прям прыгает. Ай, ты зачем меня укусила? Ты чего? Это я играю с вами. Вы чего делаете? Вы на меня тут вдвоем напали? Ух, вы шаловливые. Да. Вот как ты прыгаешь, да? Привет. Сюда смотри. О, вас нюхают. Ну вот в целом. Вот так вот у нас сейчас пока и эта крыска живет. До 12 декабря Илья будет находиться дома. И поэтому она будет жить у нас здесь. Привет. Нось, кур Нось. Сейчас покажу. Многие просили почаще показывать Шушу. Сейчас я вам покажу Шушу нашу. А вот и Шуша. Привет. Ты все уже съел? Я ему там сегодня вкусняшки ложу, он все уже съел. Опять накакал. Полочки опять прибирать надо. И вот здесь вот на полустрите. От него всегда вот так вот. Да, Шуша? Ух ты, Суса, вредный. Тебя подписчики Узя полюбили? Такого мальчика? Че? Да я невкусная, Суса. Вот видите, как он меня обнюхивает? Я морковку чистила. От меня морковкой пахнет. Да? Суска? А, Суска? Ну вот такой вот он хороший мальчик. У нас сегодня на улице, ребята, мороз. Минус 30 градусов. Пишите, какая у вас погода. Мне будет очень интересно. И, видимо, у нас начинает замерзать вода. Потому что вода прям тоненькой-тоненькой струйкой идет. Это вообще что-то с чем-то. Хотелось сегодня в эти сныки посыпать пудрой сахарной. И, видать, у меня вся сахарная пудра закончилась. Сейчас поищу, посмотрим, что будет. Что-то попробуем сделать. Ребята, первые слоечки из пекла. Вот такие вот. Мы со Светой решили встряхнуть их в сахарной пудре. Смотрите, что у нас получилось. Ну вот, как-то так. Что-то у нас не то получилось. Но Света уже тут есть. Говорит, очень вкусно. Вот такие вот слоечки. Кому нравится. Всем приятного аппетита. Потушила уже, ребята, картошки. Вот такая вот густая она у меня получилась. Наверное, очень вкусная. Я еще и не пробовала. Ну как, наверное, я знаю, что она вкусная. Вот такая вот картошка у меня получилась. Сейчас наложу маленьким, чтобы остывала. Все, пожарила капусту. Это я на завтра пожарила, чтобы с вами постряпать пирожки с капустой. Наложила картошечку отстужать. Егорушку уже себе забрала. Ильюша тоже наложила. Всем наложила. Тут остатки от слойки, которые не допекла. Сейчас допеку. И все. Не успеваю выпекать слойки. Дети быстро съедают. Тут уже третью партию испекла. Видите, что? Быстро съедается. Очень быстро. Мы пытаемся вот в тарелке смешивать с сахарной... С фруктозой, короче. Но у нас, видите, что-то не очень получается оно. Вот такие вот у нас слоечки. Сегодня у меня был день. Напишите, как он вам. Я чуть-чуть поснимала, потому что у нас сегодня гости были. И поэтому так. Мама, мы не будем супить. Хорошо. Ну, оставишь, я потом съем. Они петь... Ну, это печенку не любят. То, что я сегодня готовила. Они ее не любят. Марина, сядь нормально и кушай, пожалуйста. И не разговаривай. Так, я отвлеклась. Сегодня успели и постряпать немного, и приготовить кушать, и много домашних дел переделать. Приходили родственники. Сегодня у меня тут недавно отдавали плащ. Женский зимний хороший. И там курточки, ветровочки всякие. На детей-то, что курточки. Я сегодня все им поотдавала. Потому что мне оно маленькое. Куртка... Плащ там был 46-й. Плащ хороший, шикарный. И вот поэтому жалко, конечно, то, что... Мне маленькое... Я бы с радостью такое носила. Но вот отдала тоже им все. Увезли деткам. Курточки отдала, которые у меня девочки носить не хотят. Отдала им тоже. Ну, вот как-то так. Слойки уже постряпала. Начали уже сейчас в бане все моемся потихонечку. Уже Маша с Катей помылись. Сейчас ушли Света с Оксаной мыться. А потом уже я пойду с маленькими мыться. Так что вот такой вот, ребята, у меня был блог. Постараюсь на днях сделать трансляцию. Но ничего пока не обещаю. Катя, положи, я сейчас повешу сама. Кто придуряется, кидает вещи на веревку. Хотя вся футболка сра, кстати. Волосы плохо высушила. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Пишите ваши вопросы. Постараюсь записать видео с вопросами, что ли. Вы меня не теряйте. Просто вот так вот получается, что пока гости, я не могу ничего поснимать. Потому что вот они приходят, они не хотят сниматься. Поэтому я не могу без их согласия что-либо снимать. Ладно, всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь такими же добрыми и чуткими. И всем пока-пока.